Ну что, друзья мои, всем привет! Ловкость рук и никакого мошенства. Фокусник Владимир Новиков показывает магические трюки на любой вкус. Как признается артист, публика в пансионате для детей-инвалидов самая лучшая. Ребята искренне встречают гостей и с восхищением, и восторгом наблюдают за выступлением. Я отдаю часть своей жизни, часть своих выступлений, я отдаю таким детям. И тем самым я ломаю кусочек этого забора, который стоит между детьми и обществом. Интересные выступления в пансионате проходят каждый четверг. Благотворительные спектакли организовывает ведущая телеканала «Самара ГИС» Ольга Шелест. В этот раз для ребят подготовили особую предновогоднюю программу. Дети помогали сказочным персонажам приготовиться к Новому году. А они в ответ удивляли научными экспериментами, фокусами и мыльными пузырями. Довольными остались все участники праздника. Мне праздник понравился, чудесный. Снежки, фокусы, пузыри, мыльные пузыри. Все понравилось, просто не передать словами. Но главными гостями, которых ждали дети, сильнее всех на торжестве стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, детишки! И девчонки! И мальчишки! Дед Мороз и Снегурочка проверили, готовы ли дети встречать праздник, не забыли ли они, как водить хороводы и петь новогодние песни. Роль зимнего волшебника и его внучки исполнили сотрудники нашего телеканала, корреспондент Андрей Горгуленко и монтажер Дарья Трухова. Для меня это может быть одно маленькое рукопожатие, а для ребенка это действительно какое-то целое событие, которое он будет потом рассказывать друзьям, которое он будет потом вспоминать. И это действительно вдохновляет. А завершился интерактивный спектакль с нежной вечеринкой с веселыми танцами. Теперь дети готовы встречать Новый год и будут жить в ожидании настоящих праздничных чудес. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.